доброго здоровьица уважаемые посетители канала есть такие темы которые как-то можно так сказать негласно особо не затрагиваются хотя они лежат на поверхности и и вызывает недоумение я хочу в данном видосе как раз поговорить о бодибилдинге там силовых видах спорта тяжелой атлетики в основном как бы сказать о бодибилдинге бодибилдинг тело строительства то есть система тело строительства вроде бы хорошая вещь вроде бы хорошая вещь и как в любой другой вещи она распадается так сказать на множество как река множество ручейков и в каждом ручейке свои особенности вот я там где-то 14 летним мальчишкой скорее всего уже мне был шел 15 год я как-то увидел вот атлетизм а тем более результат атлетизма это мой однокашник Павел Яцель немножко там меня постарше он уже как-то занимался этим делом тоже немножко занимался но у него такое как бы сказать такое строение тело такая индивидуальная конституция которая вот быстро поддается этому тренингу и он так выглядел вполне прилично я помню по моему бицепс был 36 сантиметров что допустим для школьника который учится там где-то ну примерно в девятом классе пускать примерно так или даже в восьмом классе это уже солидная солидная рука смотрится вот и вот это как-то такой как раз возраст который подразумевает а куда ты вот пойдешь куда ты направишь направишь свою жизненную энергию куда в чем ты хочешь состояться проявиться и так далее вот как-то я я был вот таком вот как и любой другой человек состоянии думаю вот это вроде как мое что делать тренироваться есть очень замечательно тренироваться есть ну вот я с тех пор занимаюсь этим делом когда больше и профессиональный когда меньше и знаете вот в то время что я хочу особенно подчеркнуть так это то что знаете не было такого не то что обучающего просто разъясняющего понятия что вот я думал ребенком тогда что можно накачаться на всю жизнь накачался все бей мне та-ла-та-та сила у тебя хо-хо-хо-хо то есть вот такие вот наивные вещи первое что можно накачаться на всю жизнь оказывается это не совсем так далее туда дальше когда человек тренируется занимается у него уже более-менее какой-то такой подход который тут все говорят а что ты тут качаешься на тураху вот можно покачаться с химией с анаболиками мясо будет расти ага ну что ты тут хуже всех анаболики были пожалуйста с анаболиками ага покачался действительно мясо все то и все тара-тара-та-та-та-та-та-та-та но уже тогда ходили какие-то такие мысли и мнения что это не совсем для здоровья полезно ну в частности в частности что говорилось ну да если анаболики там анаболиками же лечат их придумали от дистрофии и прочее прочее то есть если как-то в умеренных дозах то все нормально а вот если как правило человек начинает сначала с умеренных доз ну разные люди есть есть очень там смелые которые эти дозы превышают и более того надо же как говорится курсить а они постоянно курсят на фаре то есть таких людей полны волну и опять таки особо не было такого мнения ну вот мясо наросло с анаболиками мясо с анаболиками наросло оно тоже если анаболиков не будет тренировок не будет все это улетает об этом тоже никто не говорил ну и наконец таки ну и наконец таки там если взять вообще уже так сказать спорт высших там достижений профессиональный спорт то чтобы там ну получать за счет этого деньги и и прочее житейские блага ну здесь я еще согласен то тут надо играть по правилам этого вида спорта то есть тут фарма зашкварная и это уже отражается на здоровье и об этом тоже как-то мало кто-то вот рассказывает да что-то причем есть удивительные случаи вот я любовался там и Рони Калимаром и Флек Самуиллером восхищался конечно силой Алексеева Жаботинского Власова Лихени ну вот смотрите вроде два чемпиона Лихени восьмикратный насколько я знаю никаких операций вроде как жив здоров Рони Калиман обратился к врачам я не знаю по каким-то наверное кустякам сейчас весь столб на этих самых на болтах Флек Самуиллер восхищался как сказать султаном симметрии вот как как человек мог так сказать раскачать свое тело сделать вот можно так сказать божественно красивым пропорциональным то есть есть тела ну да они развиты мышцы но вот как-то не та пропорция не та симметрия а тут удивительно и на тебе отобилие всех этих препаратов оказывается там такая была суровая фарма начали почки отказывать заменили почку заменили а теперь я смотрю и ноги нету то есть у него вот так вот нету ноги оставили по-моему левую ногу нет правую ногу правую ногу оставили значит отрезали посередину более не так культя на которую натягивается протез что такое что такое почему тут знаете как бы сказать к чему я веду вот это видео наступает прозрение никто вам не говорит что накачаться раз и навсегда нельзя нельзя если вы хотите более менее быть в какой-то там форме ну и естественной значит заниматься надо постоянно постоянно надо заниматься тогда что-то там накачается что-то будет держаться то есть это будет ваш образ жизни естественный если вы хотите каких-то высших достижений то профессиональных то здесь тоже надо как-то иметь голову чтобы не оказаться в инвалидной коляске как это произошло с восьмикратным чемпионом олимпии что там пошло не так мистер олимпия здоровый вот такую вот и на тебе что там начали лечить то есть есть различные вещи и средства с помощью которых можно лечиться и спину грубо говоря поддерживать без болтов ну хотя бы как я я не буду говорить что я там такой какой-то супер вот чтоб ноги вам не отрезали а так никто ничего не говорит все это нормально хорошо прям и так далее дорин яд но мясо на мясе вы видели его на пике форме это вообще британский лев и что сейчас стало с ним то есть все что вот это наелось накачалось как-то держалось искусственно все сдулось ну это ладно сдулось бы да и сдулось ну что касается жизнь то продолжается то есть этим людям нету там по-моему они уже инвалиды то есть жизнь на вот этом не кончается она продолжается можно жить полнокровной жизнью вот мне 67 лет я всем увлекаюсь а то ж этого не будет вот я прозрел в течение своей жизни на том что есть конечно такие вещи которые приятны полезны есть такие вещи которые приятны но тем не менее они не полезны еще разок повторю вот со своей жизнью я понял что накачаться нельзя а я был очень сильный очень сильный мастер спорта 90 кг рвал одной рукой без фиксации то есть 8 в стойку а 90 чуточек раз она просто это ну там 2-3 подхода это все это было 202 неоднократно на грудь брал 197 на соревнованиях толчок то есть очень сильный был по меркам обычного человека но все это искусственно искусственно ты тренируешься тяжело бросишь заниматься и за счет приспособительных механизмов все что ты накачал все это спадет вот допустим у человека ну там с весом 80 кг допустим на земле вот такая вот мускулатура обычно космонавтов там высылают примерно с весом где-то от 70 кг до 80 кг никакого хрена ракету перегружать и космическую станцию да они туда прилетают там нагрузки на мышцы нет и буквально таки колоссально быстро идет атрофия потому что невесомость свое тело не надо там носить поддерживать тратить мышечную энергию и прочее прочее и все это распадается так что у нас чем тяжелее ты занимаешься дабы показать лучшую форму тем она быстрее исчезает как только ты бросил заниматься ее нету поэтому остается выбрать такой вот режимчик нагрузок нагрузки должны быть они нормальны на свой организм чтобы было тебе в радость более-менее что-то тут такое было но не увлекаться этим делом который вот как показывает вот этот весь опыт без ноги остался тело сдулось роник роник или мам на инвалидном кресле с болтами по всему позвоночнику дарьян яц сдулся я не злорадствую я просто хочу для себя понять что и как происходит и чем надо заниматься чтобы вот такой опыт не пожинать на самом себе то есть включать свою голову и понимать что жизнь это не первые двадцать тридцать и даже сорок лет а это дальше идет и шестьдесят и семьдесят и у некоторых и восемьдесят они еще живут и более-менее вот поэтому я вот занимаюсь сначала что-то хотелось там себе показать вот там я восемьдесят на десять раз пожал как бы что-то там такое конечно хорошо что суставы перестали болеть я не мог заниматься теперь все более-менее нормально гравитационной гимнастикой занимаюсь на тренажере Сергея Кривых очень доволен и что важно сказать это вот мы видим все в таком каком-то наивном свете в наивной такой трактовке что все легко и просто взял в руки гантели попер но оказывается не все так просто та же тяжелая атлетика глаза вылупил ахахаха и все это продолжается до первой серьезной травмы после которой ты либо уходишь это наверное в любом виде спорта из спорта либо же включаешь голову начинаешь это все залечивать и уже дальше действуешь гораздо осторожнее и осмотрительнее вот такие то вещи не все так просто но так как я уже как в оздоровлении специализируюсь и здесь так же так же есть то есть оздоровление самоздоровление здоровый образ жизни это знаете это наука с разного рода знаний которые желательно бы хоть немножко там ориентироваться в них не говоря о том чтобы их знать чтобы не навредить себе сколько я знаю случаев когда люди добившись вот после особенно чисток организма таких результатов легкость там в теле в организме ага а теперь я сейчас буду бегать это организм не готов они а нагрузку можно сразу большую дать не готовые связки не готовые суставы все это надо подготавливать подготавливать это годами вообще если человек хочет профессионально чем-то заниматься годами а потом уже результат в этом видосе я одновременно занимаюсь и с вами беседуем особенно с молодыми и юными мир таков вот вот сейчас мы начнем заниматься сейчас мы там будем любыми вещами не все так просто как кажется не все так просто и очень надо подумать и взвесить да сейчас вот одна жизнь хочется вот так вот жить и для этого можно вот так вот сделать чтобы по-быстрому а дальше жить жизнь-то продолжается а ты грубо говоря уже выгорел ты уже не можешь у тебя уже ничего не осталось на продолжение твоей жизни и все а вот как бы сказать реализоваться так чтобы ты и в своей юности и в зрелом возрасте реализовался а в пожилом уже наслаждался плодами своих трудов и еще у тебя были силы для этого наслаждения а то как правило уже нету силов еще разок и хорош ой хорошо возможно для вас это конечно покажется пустым разговором а вот мне как как то я какие то итоги подвожу и понимаю что что-то бы я допустим в жизни там переделал что-то бы сделал по-другому но как говорится это не важно жизнь есть приобретение опыта и за этот опыт конечно мы и плотим 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 чем плотим плотим своим здоровьем своими жизненными силами не так то просто то что даром давалось в юности море энергии вернуть уже на исходе седьмого десятка лет ох не просто а в некоторых случаях даже невозможно но невозможно из-за того что просто не хватает необходимых знаний которые в любом случае надо притворить в реальное действие притворить в реальное действие нефтяк но когда Teachers zmian нефтяк лом Когда тебе лет 10, ты ещё ребёнок, ну 10, пускай там 15, жизнь кажется таким понятием бесконечным. Лет 20-25, ну думается, ну ещё достаточно времени пожить, есть силы жить, успеется там всё, надо сейчас вот как-то что-то там такое сделать. А потом, когда тебе вот так вот, как мне сейчас, оказывается, ну не после 50, а вот именно я почувствовал после 60, что жизнь это очень скоротечное вообще явление. Необыкновенно скоротечное. Если ещё раньше, а ребёнком особенно день длился чуть ли не как месяц, то теперь этот день проскакивает как час. Шшшшш, нету, шшшшш, нету, шшшшш, нету. Год как месяц, а то быстрее. И задумываешься над тем, а всё ли ты правильно делал? А такая ли жизнь должна быть? Вот мы встретили такую жизнь, что надо тут накачиваться таким-сяким быть, то есть всё, чтобы в дальнейшем стать инвалидом? То есть, тем ли ты занимался, чтобы что-то у тебя осталось такое, что не спадёт в виде мяса, которое ты нарастил, в виде силы, которую ты тут натренировал, всё это так и куда-то делось. А чтобы это как-то осталось? И вообще возникают мысли о разного рода ценностях. Как говорят, есть ценности вечные, есть ценности приходящие. То есть, потихонечку человек начинает созревать после того, как он и накачал себе мясо, которое спало, и был сильным. Сила эта ушла, а всё, что он для этого делал, забрало здоровье, волосы, почки, ещё что-нибудь, ещё что-нибудь. Вот такой вот опыт. Ну, примерно как-то так. Как-то так. Как-то так. Три подходика и хватит. Придём к жиму лёжа. Есть такое понятие, называется самообучаемость. Это самое важное и основное, что надо иметь по жизни. Оно присутствует у каждого человека. Самообучаемость. И вот важно этим, как бы сказать, заниматься всю свою жизнь. Если вам не нравится, вернее, так сказать, вот мы живём в социуме, в обществе, где огромное количество разного рода профессий, разного рода зарплат. И вот ты работаешь, получаешь столько, а видишь, там, твой же одноклассник, товарищ, по качалке, или ещё там сослуживец, по институту, по армии. А он заработает в много раз больше. А чем занимается? А занимается даже меньше, там, физически, и время тратить, нежели ты. Поэтому мыслящий человек, а что и как, сразу начинает, как это дело делается. Естественно, всё это тут и физкультура, и это во всём присутствует. И выздоровление. То есть важно обучаться, себя обучать для того, чтобы ты мог хотя бы для себя сделать такие условия жизни, чтобы тебе было комфортно жить. Я вот занимаюсь, ну, видели, тренажёр на ноги, это мои чертежи, моя задумка, и практически я его сам сделал. Ну, я тогда варить не мог, мне там свавили раму, раму остановили, я всё там, сам это сделал. То есть вот я для себя сделал спортзальчик. Модное такое слово, спортзал своими руками, которыми занимаюсь. Вот этот тренажёр, это тоже моя собственная разработка. Для того, чтобы я мог заниматься блок снизу, блок сверху, то есть я по-всякому могу тянуть, как мне захочется. Все хотят добиться сытой, красивой жизни. Все. И прикладывают массу усилий для этого. Ну, вот если человек самообучающийся, личность такая, то он, конечно, может по жизни вырасти до очень больших высот. И опять-таки, огромное количество разного рода препятствий на, очевидно, подводных камней, о которых, если слишком смело, так сказать, действовать, можно сломать себе шею. Ну, примерно я что хотел сказать, рассказал, а теперь просто тренировка идёт. Второй подход. Вжимный, лёжа. Разминочный. Разминочный, но не заминочный. Разминочный, но не заминочный, но не заминочный. А тем более у людей моего возраста, это не стать инвалидом. Чтоб ты ещё ходил, сам себя обслуживал. И не был никому обузой. Этот висок я сейчас выжму на пять раз. Потом буду по десяточке накидывать. И по трёх, ну и так примерно. Небольшая проходочка будет. Так что была мысль у меня. Так, подготовиться к Новому году. Я хотел там пожать более ста килограмм где-то. Ну, килл, допустим, сто пять, сто десять. Супер, по-моему, я жал. Ну, пусть стоточку я точно жал. Сто пять, сто десять. И вот, как говорится, бац, вторая смена из фильма. Большая перемена. Заболел. В течение месяца проболел. Устанавливался. И всё такая... Всё, что было, может, всплыло. Итак, пятачок. Пятачок. Ох. 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 Пятачок. Набрасываем шестьдесят килограмм. Занимаюсь я для того, чтобы себя порадовать. Как-то, чтобы интереснее было. Ох. есть 60 есть 70 килогерц 70 килогерц уже чувствовалось что ты начинаешь давить на пределе ну и 80 посмотрим сколько раз пожмем раз два и главное конечно не отчаиваться да был результат ты сам был доволен когда на 10 раз пожал а сейчас если на раз я пожму это будет хорошо что-то случилось ну ладно сделаем перерыв и дальше начнем для здоровья для души для радости для здоровья для души для радости вздрогнем а вот столько пороха осталось пороховицах пару подходов уделим тяги растянем немножко позвоночник для чего я еще занимаюсь можно так сказать вот буквально таки перед тренировкой состоялся разговор с женой она мне говорит я больше с тобой не буду пельмени есть до сих пор они у меня стоят там внутри а я и говорю знаешь моя дорогая любимая супружа супруга вот для того я занимаюсь чтобы вот эти вот порции пельмени допустим сладкий там чай кофе которые так позволяют себе и прочие вольности сходили мне с рук потому что я занимаюсь потому что я занимаюсь раз я занимаюсь значит организм потребляет он работает а если мы набиваемся пельменями не работая то естественно толку никакого не будет кроме как живот вырастет так здесь 45 47 примерно где-то килограмм 48 вот сделаем два подхода теперь я сделаю теперь я сделаю подходе к 3 на пресс важная вещь для здоровья и ему надо уделять внимание повышенное внимание и когда вот так вот я занимаюсь естественно там я где-то что-то там не соблюдаю но это все сходит в срок из-за того что у меня все-таки нагрузка физическая которая вот это все что я съел использует а когда человек ничего не делает а он там бутеррот с икрой съел с маслом с икрой и одновременно пельмешки не хватает энергии для того чтобы чтобы все это переварилось и поэтому она стоит и потихоньку потихоньку в виде тяжести рассасывается что явно неправильно что а 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 что явно неправильно с этим весом для живота я делал когда можно так сказать был в своей форме в этом году а сейчас от нее далек вес остался вообще-то надо было бы сбавить а 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 чем хорошо это упражнение во первых она не дает нагрузку на поясницу а наоборот растягивает весь позвоночник раз и во вторых она как раз наверх действует мышц брюшного пресса ну и еще один подходик сделаем хочу вам сказать такую тайну что касается брюшного пресса то для него такого понятия как мера и хватит не существует то есть на него можно грузить гораздо больше подходов и упражнений и это только пойдет на пользу а вот что касается остальных групп мышц вот тут уже надо знать меру как говорил Джавахарлау Меру заключительный подходик и хватит важно давать такое время отдыха особенно в моем возрасте чтобы не это не запахаться уработаться можно всегда особенно если не знать как восстановиться и человек не использует химию а 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 ну вот и все тренировочку сделал для себя рост обеспечил уже будет интересно вот я 80 на два раза пожал как я примерно в конце января там должно быть все более менее нормально как я себя буду чувствовать сколько я пожму будьте здоровы будьте здоровы и липы он не и и да